Добрый день, уважаемые земляки! Лето уже закончилось, к сожалению. Наступили холода. Но при желании мы можем спокойно оказаться в стране Южной, допустим, Африки, Южной Америки, Австралии или Азии. И виртуально, конечно, можем оказаться, если побываем в гостях у Константина Корпеченко. Добрый день, Константин! Здравствуйте! Мы у вас в гостях. Вот такая коллекция у вас замечательная. Сколько у вас видов, вот этих вот суккулентов хотя бы? Видов сколько точно сказать сложно, потому что количество все время меняется. И одни растения вырастают, размножаются, другие заводятся. Бывает такое, что что-нибудь и пропадает. Ну и растений набралось уже много, и как-то не перечитывали их. Ну, 100, 200, вот так вот на вскидку хотя бы. Да я думаю, больше. Константин, расскажите, пожалуйста, вот с чего вы начали, с чего началась ваша коллекция? Коллекция началась, наверное, как и у многих. Сначала не было никакой коллекции. Было одно растение. Была сначала агава десметиана. Потом еще откуда-то кто-то привез другую агаву. Потом в университете уже, в магазине тоже увидел агаву, уже узнал, что это агава. Уже интерес был, и я ее купил. Так началось одно к другому, и растения стали заводиться, размножаться. Тогда еще не было никакой цели создавать коллекцию. Но со временем она сама появилась. Ну вот любое это растение можно иметь у себя на подоконнике, допустим, в комнатных условиях. Это же комнатное растение сейчас, да? Да, это комнатное растение, хотя есть, которые могут и у нас зимовать. Но это скорее исключение, чем правило. Кость, ну познакомьте хотя бы частично с вашей коллекцией, с определенными видами. Вот с чего начнем? Ну, можно начать с чего угодно. Тут у каждого растения есть своя история. Ну давайте с агав. Давайте начнем с агав. Начнем вот с этой. Это агава оттянутая. Три года назад зимой я привез ее маленьким отросочкам из Таиланда. Посадил, она долго болела, плохо себя чувствовала, но потом стала расти. И я долго вообще не думал, что это агава. Потому что у нее нету концевой колючки, край не особо пильчатый и ствол образует. Ну, совершенно необычная агава. Теперь про это растение расскажу немного. Это Манфреда пятнистая или Манфреда макулоза. Некоторые ее еще называли агавой пятнистой. Ну, все-таки это Манфреда. Потом решили, что это другой род. Это растение приехало, попало в мою коллекцию еще давнее, когда я был в Крыму на конференции. И вот довелось побывать в Никитском ботаническом саду. Там познакомился с куратором суккулентной коллекции. И мне подарили маленькую Манфреду. Вот с тех пор та Манфреда успела вырасти, цвела. Это единственное растение семейства агавов, которое у меня тут цвело. И дало отростки, которые вот сейчас уже разрослись и сами начали давать в свою очередь отростки. Теперь об этом растении немножко расскажу. Это тоже не агава. Это фуркрея фаитида. Но она родственная агаве. Агаве только другой род. Отличается очень красивой полосатостью листьев. Она приехала тоже из Таиланда. Долго искал я там это растение. Оно мне понравилось. Много где на улице росло. И однажды случайно наткнулся на отсветшую фуркрею. Я очень обрадовался, потому что на цветоносе эти растения образуют бульбилы. Это почки, которые потом, когда вырастают, созревают, падают, как наши яблоки. И прирастают вокруг материнского растения, которое после цветения умирает. Ну и как-то я натряс этих бульбил, привез сюда. И вот теперь они выросли в такие большие красивые растения. Теперь обвод о этой агаве. Завел я ее не так давно. Но много есть агав подобного типа. Компактные довольно. У которых образуются не колючки, а вот такие вот ниточки отходят от листа. Ну и красивая пестрота смотрится как разводы на камни. Это вроде бы как вид агава Туми называется. Она небольшая, она очень нарядная и может служить украшением любой коллекции. Вот как только увидел, так сразу завел. Выращивать агава довольно просто. Довольно универсальная рекомендация. Это почвенная смесь, которая легко проницаема для влаги и воздуха, в меру питательная, в которой растение хорошо себя чувствует и закрепляется надежно. Не слишком рыхлая почва. Ну в общем-то и светлое окно. Светлое место, потому что в тени агава будет чувствовать себя плохо и выглядеть плохо. Она станет бледная, выкинувшаяся, кособокая. И со временем к такому растению интерес обязательно пропадет. И опять же, если агава стоит на подоконнике, то ее нужно хотя бы иногда поворачивать, чтобы точка роста была прямо. Иначе она начнет склоняться в сторону окна. Теперь перейдем к роду хавортия. Хавортии существует очень много. Родина у них Южная Африка. И разнообразие внешних видов у них тоже очень велико. Вот есть, например, возьмем для начала вот эту хавортиофасеату Альба. Эту хавортию я завел не так давно. Прошедшей зимой. Она хорошо стала расти. Все растения, которые я покупаю, я сразу пересаживаю в свой грунт, в свои горшки. И вот после пересадки она хорошо стала расти. И уже отросток отделил корневой. И эта хавортия показала мне, как хавортии вообще образуют отростки детки на цветоносах. Вот. Просто обычный цветонос выпустила хавортия. Цветонос получился разветвленный. И в развилке, где разветвление, заложилась почечка, которая стала развиваться. После цветения цветонос начал отсыхать до этой почки, до этого растеница молодого. Дальше не отсыхает. Со временем деточка эта подрастет. Цветонос начнет отсыхать до основания. И тогда ее можно будет уже отделить, посадить. Она укоренится быстро и будет самостоятельным растением. Абсолютно во всем схожем с материнским. Следующий вид хавортии называется хавортия шахматная. У меня в руках два горшка с растениями. Чем они отличаются? Эта хавортия, это культурная, выведенная уже. А это ее дикий предок, из которого получилась вот эта хавортия. Видно, что они похожи, но при этом отличаются. У этой более светлый цвет растения, более редкие клеточки на листьях и более широкие сами листья. У этой же более темно-зеленый цвет и клеточки миленькие. Ну и понятно, что дикое растение гораздо лучше размножается, что очень хорошо видно. Чтобы закончить о хавортиях, я расскажу про вот этот листик, у которого уже образовались дочерние розеточки. Это гибридная хавортия, гибрид шпринбоклокенсиса, камптениана и байера. Растение я увидел в коллекции Петра Лапшина. Мне оно очень понравилось, и я захотел себе завести такое. Поскольку отростка, которой можно отделить, не было, то Петр мне отделил листик. Листиками хавортии можно размножать. Они хорошо довольно укореняются и дают розетки. Ну и вот он отделил мне листик. Листик я поставил, ткнул в землю, и он с зимы стоял все лето, ну всю весну, все лето. И только недавно укоренился, и вот уже начали образовываться розеточки, которые немножко подрастут, и скоро их можно будет отделить. Будут самостоятельные растения, которые уже через год станут большими, и я думаю, что тоже уже можно будет их делить. Теперь пару слов расскажу о том, что общего, ну и что разного в выращивании агаф и хавортий. Вообще эти растения очень разные, очень сильно различаются друг от друга. Хавортии хорошо цветут, и их можно опылять, получать семена. Агавы же цветут один раз в жизни, перед смертью, а не монокарпики. Но на цветоносах у агав образуются бульбилы, которые можно сажать, они хорошо укореняются, и получаются дочерние растения, вегетативно размноженные. Растут многие агавы гораздо быстрее хавортий. Ну и потом агавы – это Америка, хавортия – это Африка, даже разные стороны света. Но здесь, в теплице, они растут в условиях одинаковых, и растут и те, и другие неплохо. Почвенные смеси, почвенная смесь у них тоже одинаковая. Довольно универсальная почвенная смесь, которая подходит для большинства суккулентов. Ну, про почвенные смеси можно будет отдельно поговорить. В общем-то, растут и те, и другие хорошо. Единственное, агавы больше места требуют, и поэтому их кокомптные растения меньше любят. Хавортии как кокомптные растения гораздо лучше в этом плане, потому что они компактнее, и хавортии легче достать. Вот это тоже немаловажно, как оказалось. В общем-то, ну и коллекционеры больше любят заводить хавортии, чем агавы, по тем же самым причинам. Отдельная небольшая группа растений в коллекции – это адромискусы. Адромискусы – это тоже африканцы. Великолепные, очень необычные растения. И довольно малоизвестные растения, хотя незаслуженно малоизвестные. У них мясистые листья, есть пятнистые, есть разной формы листья. Ну, в общем, в среднем они похожи на сочные подушечки. Растения невысокие, цветут довольно редко, но зато сами по себе кустики вырастают очень красивыми. И разнообразные они довольно. Вот сейчас немножко расскажу про отдельные адромискусы, которые здесь есть. Адромискус купера у меня в руках. Растение интересное. У него светлые листья, пятнистые листики, темные пянышки очень красивые. Этому растению больше всего лет. Тут вот видно, вот эта ветка голая. Это было первое растение. Потом эта веточка уже перестала расти, и растение разветвилось. Кроме того, я с этой веточки брал листья. Размножаются листьями. Листьями и делениями куста. Если листик сорвать и положить на землю или просто куда-нибудь на стол, то со временем из листика появятся корешки, и потом еще почка начнет развиваться. А то и не одна. И вот довольно быстро из одного листа может образоваться целая горсточка новых молодых растений, которые потом можно разделить, и каждая будет отдельно. Ну, это Адромискус альвеолятус. Вот он такой взрослый. У него очень красивые булавовидные листья, и верхушка необычная. С таким носиком, что ли. Редкое растение. Я нигде его никогда не видел, кроме как вот в коллекции лапшина, откуда и завел. Вот этот Адромискус для большинства любителей суккулентов наиболее известен. Это Адромискус гребенчатый или Адромискус крестатус. Характерной его особенностью служит ребристый край, волнистый край листика. Вот такое растение, невысокое, много листьев, стволик покрыт корнями, то есть он как мехом одет. Ну, и растет довольно хорошо в любых условиях. Самый, наверное, неприхотливый. И размножается замечательными листьями тоже. А вот интересная новинка. Завел совсем недавно, летом прошедшим. Тоже из коллекции лапшина. А был я у него и увидел, для него это тоже новое растение. Он его привез, вот тут написано, с Кипра в этом году. И у него было большое растение и вот листик укоренившийся. Ну и он мне этот листик отдал. Интересный растение тем, что у него такой налет, сизый на листьях. И форма листьев довольно интересная. Выглядит вообще таким голубоватым. Ну, хорошо растет. И в отличие от других адромискусов, которые здесь в коллекции есть, вроде бы как стебель образует. То есть, это может быть не розеточное растение, а даже кустик получится. Немного расскажу про то, как выращивать адромискусы. Ничего сложного нету. Если выращивать его так же, как другие суккуленты, и придерживаться тех же правил, то они будут хорошо себя чувствовать и расти. Особенно вот такие легкоразмножаемые и массовые сорта виды. Если оторвать лист от адромискуса и положить его, то он со временем образует корни, потом образуются почки и разрастается. Если положить на землю, то корни сразу пойдут в землю. Если на стол, то нужно потом положить все равно на землю. И таким образом у вас может быть сразу много растений. Но для этого нужно иметь маточное растение, с которого рвать листья можно. Существенные перестановки в кабинете министров. Теперь кантус стоит справа от входа. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Ну, мы побывали с вами и в Южной Америке, и в Африке. Остались другие континенты, так же, Костя? Ну, и в этих еще осталось кое-что. Да, так что мы надеемся, что еще у вас побываем. И вы продолжите экскурсию по континентам и странам. Жарким, хорошо? Конечно. Спасибо вам за такую большую экскурсию на всю передачу. Да и разве это большая экскурсия. Еще больше может быть. Да, будем надеяться. Всего доброго, удачи, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова